Продолжение следует... — Я бы сказала, что это, знаешь, чуть лучше, чем «Духлес», чуть хуже, чем «Брат 2». Вот где-то между этими фильмами для меня. — Я вообще в эту парадигму как-то не смотрела. Покуда весь мир озабочен вопросами женщин, женского равноправия и так далее, наше кино продолжает разрабатывать тему маскулинных, брутальных мужчин, как они выясняют отношения между собой. Мне, в общем-то, идея сценарная понравилась очень. — Но вот что отличает наших режиссеров? Они не умеют вовремя остановиться. Вот всё хорошо у тебя, хорошие персонажи. Чудесный Иван Янковский в виде сытого мажора. Ему особо играть-то ничего не надо. Семья за плечами, это видно. Александр Петров. В общем-то, я люблю этого актёра. Я сейчас выступлю как это «Двое против ветра». — Почему? Мне он тоже нравится, но мне он даже в этом фильме больше понравился, чем в других, я хочу сказать. — Да, то есть он играет определённую драму, драму драмскую играет. Действительно, бунт маленького человека. Мы никогда не рассказываем, в общем-то, о сюжетах, но здесь надо понять зрителям, о чём это кино. Студента случайно на какой-то дискотеке ловит наряд полиции и кидает ему в карман пакетик с наркотиками. Типичная, тривиальная, банальнейшая история, да? — Да, вот новости об этом недавно писали. Тоже очень типичная и банальная. — И что потом начинается? Полный распад личности. — Да, но мне показалось, всё-таки он сюжет содрал немножко с талантливого мистера Рипли. Он только переселил его в лобню, погрузил его в нашу депрессию. — Да, то есть человек, вооруживший телефоном другого человека, начинает жить жизнью этого человека и отсылать послания в другой мир. И все его послания, по сути, они как-то меняют других людей. — Да, он начинает менять жизнь этого человека. — И он сам меняется. — Проживает его жизнь за него. Но вместо красивых видов капри, голубого моря, голубой глаз Джуда Ло, здесь у нас грязные сугробы, покосившиеся пятиэтажки. — Всё как в Джокере, кстати. — Щи из кастрюли. — Мусорные контейнеры и так далее. Тема с матерью проработана, мне кажется, чрезмерно. То есть у героя умирает мать, и он себя считает виноватым в этой смерти. И вот все эти разговоры с мёрзвым матерью. — С закрытой дверью. — Да, с закрытой дверью. — Три раза возвращение в морг. Немножко всё-таки у автора что-то как-то на тему матери. — Мне кажется, да, да, это чисто психологический какой-то момент именно у автора. — Ты думаешь? — Непроработанные отношения с матерью. — Ну, он был у меня на программе, мы с ним беседовали о его новых произведениях. Он говорил, что вот тема матери, а и бабушки его волнует даже больше, потому что это главные патриархальные ценности вообще российской семьи и то, на чём всё держится. — Это правда. Я хочу сказать о том, что мы смотрели версию без цензуры. И, в общем-то, я знаю, что в прокат пошла версия запиканная. И разгорелся уже скандал в Фейсбуке. Да, наши коллеги говорят о том, что кино очень сильно потеряло от отсутствия мата. — От того, что Александр Петров не орёт матом? Ну, не знаю. — Мне кажется, что, в общем-то, с матом там был явный перебор. И, так сказать, я могу прочувствовать отчаяние героя без этих слов. Вот честно. — Мне понравилось то, что там, не знаю, чья это заслуга, возможно, режиссёра. Мне вообще очень нравится творчество Клима Шипенко. Он такой адекватный, крепкий режиссёр. Мне кажется, он его намеренно как-то немножко притушил Петрова. Он сделал его таким, знаешь, не мачо таким ухарем, который всё время глотку дерёт, а он его как-то сделал таким некрасивым, в этой серой шапке, с этими волосами. — Ты знаешь, я вот наблюдала... — И говорит он тише, и молчит он больше. — Я наблюдала за Петровым на кинотауре. Мне кажется, он уже сейчас сам притушевывается. Он абсолютно... — Устал очень? — Да, он точно... Нет, он особо-то не орал. Ну, что у него в «Звоните Ди Каприо» роль такая была прописанная, так сказать. — Ну, ему, видимо, да, дают такие роли. — Да, его так видят. — Убба Мандарчука, вот этот полицейский с Рублёвки и так далее. — Ну, это хорошее роли, мне нравится он там очень. Я хочу сказать, что он осознаёт, что его много, он относится к этому с юмором. Но, с другой стороны, как трудно осуждать человека, который кует железо пока горячо. Все мы знаем, что актёры, да, имеют короткий срок. И кто знает, каким он будет в 50 лет, кто не пригласит ли его. — Кто знает, кто будет, кто станет следующим Петровым. — Что ты скажешь про женскую роль исполнительницы? — А кто там? Я даже не помню, кто там играет. — Кристина Асмас. — А, ну, порно-сцена отвратительная, честно говоря. Какая-то она вся такая некузявая. — Я вообще переживаю за их брак с Гариком Харламом. — После этой сцены? — Да, но сцена очень и очень откровенная. Я тоже не понимаю, её как будут подавать в прокате с купюрами или не купюрами. — Там будет такая чёрная плашка, наверное. — Очень откровенные сцены. И, в общем-то, Клим Шипенко сказал о том, что он очень благодарен Кристине, потому что она играет эту же роль в театре, в этой же пьесе, в этом же произведении, но играет совершенно другую, по сути, героиню. — Но она, между прочим, сказала, что она не будет её больше играть в театре, потому что фильм настолько поменяла восприятие этой вещи, что она не будет больше играть. Но в целом получилось неплохое кино, немножко, может быть, утрированное, затянутое, такое мочисткое. — Большой совет зрителям — уходите на титрах, не смотрите самую последнюю сцену, потому что она портит всё впечатление. — Да, обычно говорят, останьтесь, после титров там будут сюрпризы, тут не будет сюрпризов. — Такая сериальная, мылодраматическая. — Да, мыльная точка. Ну, а в целом фильм неплохой и интересный. Впервые в истории «Кинопоиска» он выступил в роли прокатчика и прокатывает фильм «Сторож» Юрия Быкова. Мы очень хорошо относимся к Юрию Быкову как к человеку, как к режиссёру, но фильм «Сторож», честно говоря, нас не увлёк. — Ну, я бы так не обобщала. Меня не увлёк. — Да-да-да. Я люблю Юрия Быкова, я разделяю вот эти метания, мне они понятны абсолютно. В этих метаниях все его рефлексии, все прочитанные книжки, весь Достоевский, Толстой, Чехов. — Но он очень хороший, умный. — Это абсолютно русский рефлексирующий человек. И поэтому все его метания в его творчестве, они видны. И я его тоже за это люблю. Почему? Потому что у него фильмы живые, не мёртвые. — Это да, но послушай, послушай, я вообще была очень очарована просто первыми кадрами, я обожаю такое герметичное кино, где мало персонажей. — Я помню, ты сравнила с фильмом «Сияни». — Да, где всё происходит в одном месте, в одном времени, когда человек с какой-то травмированной, работает сторожем в заброшенном санатории. — Лезет в петлю. — Да, что-то там делает непонятно, а потом приезжают ещё какие-то люди, начинаются какие-то разборки. Завязка очень интригует. — Английский детектив, замкнуло пространство, три персонажа. — Снег такой, вот этот вот холодный воздух в кадре, снято, всё очень здорово. Актёры хорошие. Но потом начинается какая-то мелодрама, извини меня, со второй половиной. — Нет, мне очень понравилось, знаешь почему? Потому что он, Юрий, он же человек, который любит снимать такое, опять же, маскулинное, брутальное кино. Вспомним «Майора», «Завод». — Дрека. — Там нету места вообще женщинам в его мире. — И тут, наконец, Юрий Быков обратил внимание на женщину. И женщина, в принципе, в фильме «Сторж» становится главным персонажем, потому что от её выбора зависит судьба вот этих двух мужчин. Я хочу сказать о том, что, да, Юрий тоже прорабатывает эти вопросы, которым сейчас задался весь мир. Место женщины в мире, должна ли она терпеть насилие, способна ли она куда-то уйти в другую сторону, или её опять жизнь вернёт вот там у плиты, там, на кухню и так далее, да. За все эти вот проработки я ему благодарна, потому что он этот конфликт довёл до такой остроты и напряжения. Мне было за этим очень интересно. — Мне тоже, ну, не скучно, просто он не понимает природу женщины, если честно. Он даёт ей такие реплики, которые, ну, просто, ну, ты не веришь им. Ну, вот не веришь, женщины так не говорят, они себя так не ведут. Я благодарна ему за попытку даже какой-то некий эротический триллер там изобразить. Но какие-то фразы меня вот прям топором обрубали, и ты не можешь воспринимать дальше этот фильм как целое художественное высказывание, понимаешь? — В фильме неплохие актёрские работы. Сам Юра очень хороший актёр, и он играет главную роль сторожа. Влад Абашин играет его, так сказать, оппонента. Да, и Юра рассказывал на кинотауре о том, что Влад Абашин живёт где-то далеко, уехал в провинции. И Юра ему задал вопрос, ты что так убегаешь от жизни, да, имеется в виду? А ему Влад ответил, это ты бежишь, а я уже остановился. И Юра хочет остановиться на этом фильме, сделать пока многоточие паузы и подумать, о чём он будет снимать дальше. — Ну да, он говорил, что он, может быть, уйдёт опять в сериалы или снимет и сделает вообще что-то совсем другое. Мы уговаривали снять комедию наконец-то и попробовать. — Потому что, да, я хочу сказать, что первая сцена снята в комедийном ключе. Да, когда эта женщина пьяная приезжает на автомобиль и ломится в эти вороты, разбивает там все окна и все двери в этом санатории, это очень смешно, в принципе, выглядит, да. Вот, и поэтому есть у него потенциал. Мы уговариваем его снять комедию, но он говорит, что у него нет чувства юмора. — Мне кажется, он вдохнёт и снова, как птица Феникс, снимет что-то ещё лучше. — По крайней мере, мы ему желаем, потому что я делала материал для Кинопоиска, и мы делали опрос этих самых пользователей Кинопоиска. И по мнению Кинопоиска, это самый яркий режиссёр за последние 10 лет. Поэтому Кинопоиск и прокатывает этот кино. — Нет, приятно, что у нас есть талантливый, крепкий, очень интересный российский режиссёр. Мы надеемся, что российское кино и дальше будет нас радовать. Ну и последний фильм, который мы хотели бы сегодня обсудить, это фильм... — Ну, вон люди уже пришли. — Ну и последний фильм, который мы хотели бы сегодня обсудить, это фильм под названием «Джуди Окер», я бы его так назвала, потому что это фильм о Джуди Гарланд, где Рене Зельвегер тащит весь фильм на себе и, конечно же, тащит его в сторону золотой статуэтки. Да, все уже в октябре поделили, собственно, призывы. — Все уже выдали Оскар. — Да, заочно, она может даже не ходить. Но, как мы знаем, это специальный жанр даже такой в Голливуде, когда как бы звезда тащит себя к награде. И здесь явно такая работа, потому что чем больше ты себя видоизменишь, она там похудела, у неё чёрные линзы, чёрные волосы, она изучала пластику, смех. Она играет там очень хорошо. — Она играет там фантастически, и я хочу сказать о том, что если бы у неё не было бы неудачной пластической операции, ей следовало бы её сделать, потому что вот эта истеричность, появившаяся в её облике после пластики, она очень хорошо ложится в образ Джуди Гарланд, звезды кинодивы американских 40-х-50-х годов, исполнительницы роли Дороти в культовой сказке «Волшебник из страны». — Да, так она и скажет, забирая золотую статуэтку, не было счастья, да несчастье помогло. Прямо так по-русски скажешь. — Фильм при этом снят по всем голливудским лекалам. — Очень шаблонный. — Очень шаблонный. То есть звезда имела плохое детство, родители её не понимали. Ранее слава, которая на неё обрушилась, огромные нагрузки рабочие, таблетки, алкоголь. И вот к 47 годам она разваленная. — Сгорела. — Да, она сгорела, у неё неудачные браки за спиной и невыстроенные отношения с детьми. И, по сути, она играет последние свои гастроли в жизни лондонские. Она поехала туда, чтобы заработать, наконец, и купить дом и поселиться с детьми. И вот всё, что происходит на этих гастролях, а там происходят просто трагические вещи, то, как она это играет, то, как она выходит на сцену, знаете, вот как Эдит Пиа в последние годы, сгорбленная, скрюченная, с какими-то артритными руками. Это действительно, это огромное перевоплощение. — Ну, как ты знаешь, Марион Котиер как раз за роль Эдит Пиафа дали Оскара, так что, Рене, мы за тебя. — Мы и желаем тебе. — Да, она нас сейчас слушает, смотрит, записывает, пишет нам ответное благодарственное письмо. Ну, а в следующем выпуске мы расскажем вам, наконец-то, про аниме «Дитя погоды». Режиссёр этого фильма приезжает в Москву лично представить этот фильм 31 октября. — И климатические условия ко всему располагают. — Встречают его, да, его же, так сказать, погодными условиями. Мы расскажем о фильме «Верность», и мы расскажем о фильме... — Француз. — Француз. Не, хотел сказать, переключайтесь. — Не переключайтесь. Да, включите нас через неделю. Пока. — Пока. — Субтитры создавал DimaTorzok